МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высшая школа должна укрепиться в регионах. Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума госсовета и Совета по науке и образованию. Отремонтировать дороги, убрать гаражи, обустроить детские площадки. Глава Самары Елена Лапушкина побывала на безымянке. Пассажиропоток увеличился в два раза. Подведем первые итоги работы М-Шаттлов в Самаре. Ведущие научно-образовательные центры страны получат весомую поддержку государства в университетах, способных конкурировать на мировом уровне, планируют обновить материально-техническую базу. А их научным разработкам будет дан зеленый свет. Об этом шла речь на совместном заседании госсовета и Совета при президенте страны по науке и образованию. Причем акцент был сделан на регионах, где для студентов будут создавать не только условия не хуже столичных, но и дополнительные бюджетные места. Олег Зверев продолжит. Число бюджетных мест в региональных высших учебных заведениях страны увеличится. Сегодня необходима дополнительная поддержка университетов на местах. Об этом заявил президент Владимир Путин на совместном заседании Президиума госсовета и Совета при главе государства по науке и образованию. В его работе принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Система профессионального образования должна быть модернизирована, акцент на повышение конкурентоспособности вузов. Надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки. Таких ещё достаточно. Однако задача шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор. Нам важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов. И там, где это обосновано, ставить вопрос об их юридическом объединении. Вместе с тем, ещё раз хочу подчеркнуть, речь идёт не о чисто механическом слиянии. Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах. Регионам нужны высококвалифицированные кадры. На их подготовку в ближайшие четыре года будет дополнительно направлено 70 миллиардов рублей. Важно, чтобы эти деньги не были растрачены по мелочам. Федеральному правительству дано поручение реализовать целый комплекс мер, в том числе с опорой на нацпроекты. В городах, где вузы работают эффективно, необходимо создавать научные городки и дополнительные условия для студентов не хуже, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Поддержать свои университеты смогут и сами регионы. Для этого им могут дать дополнительные полномочия. Такие полномочия необходимы регионам, потому что мы и сегодня поддерживаем нашу высшую школу и оборудованием, и выделением средств на укрепление теоретической базы, в том числе и ремонты. Понятно, что если будет в законодательстве это урегулировано, это нам облегчит процесс поддержки вузов. Сегодня наши вузы активно заявляются в различные конкурсы, например, лидирующих исследовательских центров. У нас все наши вузы, которые заявились, я это лично сопровождал, в каждом конкурсе победили. Средние профессиональные учебные заведения тоже не останутся в стороне. Они должны восполнять дефицит рабочих специальностей. Олег Зверев, Вадим Быстров, События. Губернатор Дмитрий Азаров вручил премию ученым региона в списке награжденных 20 человек. Все они сделали открытия в области технических, экономических, естественных, медицинских и гуманитарных наук, а также в области права. На торжественную церемонию побывала Лариса Шалаваста. Четыре подбородчика поднимите, вот такая она. Прием ведет профессор кафедры ортопедической стоматологии Владимир Потапов. В профессии он больше 30 лет. Уже 13 лет он декан стоматологического факультета Самарского медуниверситета. Воспитал не одно поколение врачей. Ведет и активную научную работу. Много лет изучал заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Разработал методы, которые помогают пациентам исправить высоту прикуса. Этой проблеме посвящена и кандидатская диссертация Владимира Петровича. С тех пор, как я начал заниматься, постоянно совершенствование, в том числе начиналось с диагностики, новых методов диагностики, в которых у нас разработаны способы регистрации движений различных, потом способы дифференциальной диагностики и проведение методов лечения различных заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. Владимир Потапов в числе ученых, которые сегодня получают губернскую премию. Ежегодно ее вручают ученым, сделавшим важное открытие. В прошлом году на соискание премии подали 41 заявку от ведущих научных школ региона. Почти половина из них – молодые ученые в возрасте до 39 лет. Вы те люди, которые по-настоящему могут, а значит должны создать новые драйверы развития нашего региона. Я на вас рассчитываю, я на вас надеюсь. И уверен, что на вас рассчитывают и все жители Самарского университета. Торжества, посвященные Дню российской науки, продолжились в Театре оперы и балета. В зрительном зале собрались представители научной общественности. С профессиональным праздником участников торжества поздравил глава региона Дмитрий Азаров. По мнению ученых, национальный проект «Наука» открывает большие возможности для инноваций. Сейчас одно из стратегических направлений создания 15 научно-образовательных центров мирового уровня. В этот ряд может войти и Самарская область. В мае 2019 года в регионе создан консорциум индустриальных партнеров, предприятий, вузов и научных организаций. Эксперты утверждают, что Самарская научная школа – одна из лучших в России. Многие достижения используются повсеместно, и этим надо пользоваться, чтобы выйти на новый уровень. И продолжая тему «Спасли растения от вируса одним щелчком», ученые Самарского университета совместно с коллегами из Самарского НИИ сельского хозяйства имени Николая Максимовича Тулайкова провели эксперименты по воздействию импульсного магнитного поля на растения картофеля. О результатах расскажет Елена Малюцина. Обычно в этой лаборатории проходят эксперименты по изучению воздействия импульсного магнитного поля на металл. Но теперь здесь еще проверяют его влияние на растения, а точнее на вирусы, которые живут в них. Методом проб и ошибок идеально для этого подошла обычная картошка. Она устойчива к воздействию импульсного магнитного поля и быстро растет. По словам ученых, вирусные болезни картофеля наиболее опасны. Как правило, они не поддаются лечению и клубни приходится уничтожать. Уникальный метод избавления картофеля от вирусов придумали случайно. Так как мы кафедра обработки металлов давлением, у нас была такая задача, как на пенициллиновую колбочку сделать обжатие верхней алюминиевой крышки. И возник вопрос, имеет ли воздействие импульсное магнитное поле на лекарственные препараты. Ну и далее, развивая эту тему, мы дошли до воздействия на клеток, воздействия на химические какие-то препараты и воздействия на картофель. Ученые отмечают, что подобные эксперименты уже проводились для оздоровления ягодных культур. Например, малины и земляники. Но на сельскохозяйственных культурах это изучают впервые. Участвующие в опытах черенки картофеля были заражены четырьмя видами вирусов. Всего их насчитывают более пяти. Все они негативно влияют на урожайность. Вы услышите щелчок, конденсатор разряжается на катушку и магнитное поле воздействует на ростки. Приготовились? Я нажимаю. Вот идет трансформатор, щелчок. Все, разряд произошел. Все. Мы воздействовали на ростки. Эксперимент в данном случае закончен. Специалисты к исследованию готовились около полугода. Но эксперимент на этой установке провели за микросекунды. На данный момент работа не окончена. Еще предстоит изучение данного вопроса. Серия экспериментов показала, что метод воздействия импульсным магнитным полем на растения действенный. Все вирусы погибли. В ближайшее время специалисты будут изучать уже плоды вылеченных растений. По словам ученых, использование импульсного магнитного поля в сельскохозяйственной отрасли в сферах биологии, медицины и химии – это новое научное направление, созданное в сотрудничестве с Самарским государственным медуниверситетом, областной клинической больницей Середавина, Самарским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства. Все разработки нашли применение в реальном секторе экономики. В Самарском университете в 2019 году научных проектов было около 200. Высокотемпературный химический микрореактор, включенный фотоионизационный, времяпролетный масс-спектрометр. Это действительно уникальная установка, таких установок в мире нет. Это установка, которая исследует на фундаментальном уровне вопросы горения и позволяет переводить в прикладную науку механизмы повышения экологичности разнообразных газотурбинных двигателей, начиная от энергетических установок наземного назначения и заканчивая ракетными двигателями. Сейчас ученые трудятся над созданием наноспутников и криогенной техники. В Самарском университете уверены, что 2020 год порадует самарцев новыми научными открытиями. Елена Малютина, Николай Сидоров, События. Важное объявление для самарских родителей. Вынужденные каникулы продлятся. Школы Самарской области будут закрыты до 15 февраля включительно. Областное министерство образования приняло решение об ограничительных мероприятиях из-за сезонного роста простудных заболеваний. Напомню, что самарские школы перешли на дистанционное обучение 3 февраля. Отремонтировать дороги, убрать гаражи и обустроить детские площадки. Глава Самары Елена Лапушкина побывала во дворах, которые будут приводить в порядок по программе формирования комфортной городской среды. Когда ждать переменной безымянки, расскажет Анатолий Головко. Глава Самары Елена Лапушкина проверила работу управляющих компаний, которые убирают снег и очищают дороги от наледи в промышленном районе. В первую очередь она посетила дворы, жители которых направляли обращения в адрес администрации в социальных сетях. Тропинка, ведущая к детской поликлинике, покрылась льдом. Кроме того, жители домов на Краснодонской обратили внимание главы на плохую уборку тротуаров. Дворники чистят снег только у подъездов. Во дворе перед подъездами чистят, а вот это, это везде. Вот пойдешь, все тротуары, вот они гололед. Одевай коньки и вперед. Глава промышленного района Самара Андрей Семенов пообещал совместно с управляющими компаниями устранить замечания в кратчайшие сроки. Нарушителей будут привлекать к ответственности и наказывать рублем. Выявлен, конечно же, ряд недостатков по ряду управляющих компаний. Все эти вопросы берут на свой личный контроль. В течение трех-четырех дней все эти недостатки будут устранены. Глава Самары встретилась с инициативными жителями промышленного района, которые будут участвовать в программе формирования комфортной городской среды этим летом. Во дворе на Воронежской 192 будут реконструировать лестницы, ведь дома построены на возвышенностях. Для этого сюда завезут грунт и установят специальное ограждение. Новые детские спортивные площадки, уютные лавочки и освещение появятся летом во всех дворах на проспекте Кирова, Старозагоре, Воронежской, Нововокзальной и других улицах района. Подрядчик должен приступить к подготовительным работам с наступлением оттепеля. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Сэкономили время и деньги. В Самаре в два раза увеличился пассажиропоток на так называемых М-шаттлах. Они довозят пассажиров от автобусных остановок до метро. Таким образом можно избежать лишних пересадок, сократить время путей и деньги в кармане сэкономить. Насколько новая транспортная система удобно, разбиралась Елена Малюцина. Путь из дома на работу для Максима Кузянина всегда был полон приключений. Молодой человек ежедневно по два часа утром тратил на дорогу с пересадками. Теперь добирается туда на так называемом М-шаттле. Экономит не только время, но и деньги. Вчера я первый раз попробовал радио, купил транспортную карту. Выглядит вроде удобно. Я еду с Зубчининовки, с кинотеатра «Луч» до торгового центра «Захар». Мне показалось комфортнее, чем ехать в набитой маршрутке, делать пересадку и опять за это платить. Для удобства жителей на дорогах Самары курсируют шаттлы-автобусы. Они забирают людей с остановок общественного транспорта и подвозят к подземке. Пока маршрутов четыре. От ЖД-вокзала с пересечения Пензенской и Владимирской до метро Московская. От кинотеатра «Луч» и общественной остановки «Магазин» до станции «Юнгородок». Долго ждать шаттлы не приходится. Они курсируют каждые 10 минут. Утром с 6.30 и до 9.30 и вечером с 16.00 до 22.00. Много положительных отзывов на работе маршрута. Люди очень рады. Особенно заводы здесь, кузнецов. Все прям очень-очень-очень. Особенно еще тем, кому далеко ехать на метро. Все люди очень радуются. Все говорят спасибо. И надеются, что это будет работать на постоянной основе. Уважаемые пассажиры, для владельцев транспортных и социальных карт в рабочие дни и сели работают специальные автобусные маршруты в рамках проектора «М-Шаттли». Для проезда в шаттли и в метро нужно приобрести единый билет за 29 рублей. На каждой станции метро установлен специальный турникет с опознавательным знаком, которому нужно приложить транспортную карту. Деньги с нее списываться не будут. Для удобства граждан на каждой станции дежурит консультант, который поможет разобраться в особенностях системы. За первую неделю работы проекта «М-Шаттл» количество пассажиров увеличилось в два раза. Наиболее популярный маршрут – от кинотеатра «Луч» до станции «Юнгородок». Его использует 60% пассажиров. Еще одно преимущество – движение автобусов «Шаттлов» синхронизировали с расписанием движения метро. Когда первые маршруты запустились в Твиттере, которые просматривали обращения, которые были, говорили о том, что недостаточно информационной работы, которая проводилась. Учитывая это, мы, начиная со вторника, 4-го числа, у нас громкоговорящее оповещение каждому поезду, по каждой станции метрополитена проходит. На каждой станции в районе КАС выведены информационные листочки о маршрутах, о порядке проезда, об условиях проезда. И сейчас, на данном промежутке времени, работаем с железнодорожным вокзалом, для того, чтобы там еще разместить информацию для пассажиров, которые приезжают на пригорных электропоездах. Городские власти продолжают изучать востребованность маршрутов и не исключают, что позже их количество может увеличиться. А пока за движением «Шаттлов» можно будет следить через приложение «Прибывалка-63». Елена Малютина, Сергей Баскин, События. Самаре готовится отметить 75-летие со дня Победы. В юбилейную дату особое внимание будет уделено праздничному оформлению города. В первую очередь украсит и придут в порядок улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны. На основных автомагистралях города появятся баннеры и медиафасады, посвященные 75-летию Победы. Этой теме было сегодня посвящено совещанию, которое провела глава Самары Елена Лапушкина с руководителями промышленных предприятий. В Киберею запланирован ремонт всех городских мемориальных комплексов. Эту работу начали еще в прошлом году. К примеру, полностью отремонтировали мемориальный комплекс «Аллея трудовой славы». Всего же в Самаре 255 мемориальных объектов. В этом году в регионе будет проведено более 500 праздничных мероприятий. Выставки, акции, концерты, тематические вечера, возложения цветов. Кроме того, запланированы торжества, посвященные Дню Победы. Их пройдут департаменты, районы администрации, общественные организации и промышленные предприятия. Такие организационные вопросы, как посещение школьников нашего Самарского района. Мы наметили пять школ, чтобы они посетили. Музей наш, производство посмотрели. И в то же время поучаствовали на торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы 7 мая. Помощь врачей каждому ветерану в регионе. Для тех, кто не может добраться в поликлинику, медосмотры на дому. В составе бригады врачей и социальный работник. Подробности узнал наш корреспондент. Это плановый медицинский осмотр ветеранов и участников Великой Отечественной войны в Волжской районной больнице. Здесь он проводится уже третий раз за год медиками из областного госпиталя для ветеранов. Они регулярно выезжают на такие осмотры во все районные больницы. С пациентами работают несколько узких специалистов, в том числе гериатор и хирург. Также в составе бригады социальный работник. Год 75-летия Победы. И поэтому мы стараемся максимально усилить эту работу в соответствии с поручением губернатора, который считает необходимым, это правильно, дойти до каждого и обратиться внимание сейчас, особое внимание к этим людям. Такие выезды в районы области проходят уже несколько лет. В прошлом году для ветеранов войны провели более 2000 медицинских консультаций. В этом году губернатор области Дмитрий Азаров поручил организовать медосмотр каждого участника Великой Отечественной в регионе. Для тех, кто не сможет прийти в больницу, осмотр проведут на дому. Как в случае с ветераном Иваном Константиновичем Ковалевым. Ему уже за 90, но несмотря на годы, держится молодцом. Отлично, конечно. Что же плохого в этом? Это все хорошо. Я не на что не жалуюсь. Сегодня у нас, в общем-то, плановая работа. Мы по четвергам еженедельно выезжаем в районную область для гериатрической оценки наших пожилых ветеранов. Для того, чтобы улучшить качество наших гериатрических больных, качество жизни. Специалисты выдают медицинские рекомендации и оценивают, нужна ли ветеранам какая-либо помощь. Тех, кто нуждается в оперативном лечении, направляют в областной госпиталь. Напомним, одним из ключевых направлений послания президента России Владимира Путина является подготовка к юбилею Великой Победы и забота о ветеранах. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов. События. Память о подвиге простого милиционера в Самаре открыли мемориальную доску в честь жителей города Александра Силаева. Он погиб, пытаясь задержать грабителей. Историю рядового Силаева расскажем в нашем следующем сюжете. Анатолий Силаев после армии пошел в милицию. Служил в Самаре. Однажды он, уставший, возвращался домой после дежурства. Услышал, как в магазине поблизости сработала охранная сигнализация. Понял, это ограбление. Анатолий попытался задержать выбегавших преступников, но был убит. О трагедии его коллега Владимир Воронцов узнал на следующий день. Парень был он замечательным, дисциплинированным, исполнительным, принципиальным, волевым. Анатолия Силаева наградили посмертно орденом Красной Звезды. А теперь в честь подвига милиционера в школе номер 21, где он когда-то учился, открыли новую памятную доску. Старая была установлена более 10 лет назад и сильно обветшала. Обновить доску предложил Общественный совет областной полиции. Инициативу поддержала администрация Самары. На протяжении, сколько существует, милиция, полиция, эти люди всегда подвергали свою здоровье, здоровье, определенным как бы иском. Эти риски всегда связаны с тем, что они обеспечивают общественный порядок как на улицах, как на дорогах. Это имеет значение для каждого из нас, вас, меня, а более того, что это для молодых поколений, потому что они будут точно понимать, что любой важный поступок, любой поступок, он может быть, будет отливаться в сердцах того нынешнего поколения. После церемонии первые лица города, ветераны и школьники возложили цветы к памятной доске. Анатолий Головко, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. У самарских самбистов прошла генеральная репетиция перед первенством области. Городские соревнования собрали на татаме почти полторы сотни бойцов. С будущими чемпионами познакомился Сергей Кизоркин. Егор Орлов – чемпион Самары по самбо. Бороться любит, особенно в партере. Положить соперника на обе лопатки – для него пара пустяков. За пять лет не пропустил ни одну тренировку. В зал спортсмен ходит, как в школу, пять раз в неделю. Егор мечтает, когда вырастет, стать чемпионом мира. Самбо – более интересная борьба в плане того, что спортсменов намного больше, ты узнаешь их, и можно делать разные приемы. Первенство Самары по самбо проходит по классической схеме. Девять весовых категорий, две возрастные группы. Спортсменам от 13 до 16 лет. За медали боролись порядка 100 участников. Для вновь созданной городской федерацией самбо – это достижение. Ведь первенство – это их дебютное соревнование. Я, когда еще сам был молодым и тренировался, боролся, всегда мы выступали в клубе, в клубе боролись, потом на городе, а потом только на области. Поэтому поэтапные, они молодые еще у нас, мы им даем возможность больше пробороться. Самарская область, чтобы они более сильнее стали здесь. И работа над ошибкой, естественно. Главное – работа над ошибкой. А чтобы соревнования прошли на высоком организационном уровне, всестороннюю поддержку федерации самбо оказал городской департамент спорта. Мы уделяем особое внимание этому, чтобы соревнования проходили на соответствующих объектах спорта, были обеспечены медицинским сопровождением, квалифицированным судейством и безопасностью участникам соревнований. Первенство города – это генеральная репетиция перед областными соревнованиями. Туда поедут все спортсмены, кто прошел саммарский этап. Там самбистам уже ошибаться нельзя. Победителей ждет первенство по Волжье. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Транзитное движение по заводскому шоссе ограничат, сообщают городские власти. Это связано со строительно-монтажными работами. Ограничение коснется участка от проезда Мальцево до улицы Авроры и будет действовать начиная с субботы 9 февраля и до 31 октября. Подъезд к объектам на заводском шоссе будет возможен по следующей схеме. Со стороны улицы Авроры от Авроры до земельного участка по адресу Заводской шоссе 27. И со стороны 22-го портсъезда от проезда Мальцево до дома по адресу Ближние 4. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»